Тогда возьмем еще одну такую ситуацию. Допустим, у нас в коллективе конфликтеры. Ни одного из них упрять вообще невозможно. Как им примириться, как избежать конфликта? Никак. Их нужно по разным углам развести, чтобы они не пересекались в своем взаимодействии, потому что конфликтеры, сколько мы наблюдали, мы не видели конфликтных пар, мы не видели, чтобы конфликтеры там дружили. Если конфликтеры, опять же, по личному опыту встречаются где-то в коллективе, они сами расходятся по разным углам и выстраивают взаимодействие с коллективом так, чтобы не пересекаться, потому что конфликтер это максимально вообще чуждый с точки зрения восприятия человека, он просто совсем другой. Если дуал тоже человек наоборот, но с ним есть общие точки соприкосновения, то конфликтер это человек наоборот, с которым никаких точек нет, и вообще он далекий, и лучше смотреть на него издалека, и вообще никак не пересекаться. И, как правило, оно автоматически так срабатывает, потому что вот эти интертипные, конфликтные, это, наверное, единственные интертипные, которые чувствуются прям очень-очень ярко, потому что, ну это опять же, про интертипные, это очень такая масштабная тема для разговора, но вот именно конфликт, он ощущается очень сильно. Причем не обязательно у людей будут конфликты, не обязательно они там сразу начнут ругаться, это совершенно по-другому воспринимается, просто человек абсолютно другой, абсолютно чужой, и это видно сразу. И это считывают люди, ну практически всегда автоматически, потому что есть люди, которые, например, типов поближе, там тоже может быть много каких-то конфликтов, недопониманий, еще чего-то, но для того, чтобы это выяснить, нужно поближе с человеком пообщаться, нужно, чтобы какое-то время прошло. А конфликтер настолько сильно вот эту вот чуждую, ну не знаю, даже на уровне энергетики, настолько чуждую он ее транслирует, что просто не захочется к человеку как-то даже подойти, поэтому желательно вот, чтобы они просто не взаимодействовали, потому что это очень сильная нагрузка на психику, это сложно, это непонятно, и нет смысла искать, если мы берем именно конфликт. Ну то есть интересная такая ситуация, получается, вот в психологии этот феномен никак не объясняется, то есть соционика рассматривает психологический тип как некую данность изначально, то есть он врожденный, он не меняется в течение жизни, и вот существуют реально люди, с которыми вы взаимодействие не сможете наладить до уровня суперхорошего, как это у вас получается с какими-то близкими друзьями, допустим. То есть соционика показывает, что вот здесь будут сложности, и они будут обязательно, и весь вопрос в том, когда они начнутся. На уровне личности вы можете очень хорошо воспринимать этого человека, у меня есть знакомые конфликтеры, которые, ну мне симпатичны, но просто если я с ними близко начинаю как-то общаться, или уж тем более, если мы возьмем ситуацию проживания под одной крышей, совместные дела или еще что-то такое, там всплывает вся конфликтология очень быстро. То есть это вот на уровне личности человек вам симпатичен, как только вы с ним начинаете какие-то совместные дела, о чем-то договариваться, что-то планировать, постоянно возникает недопонимание, попытки наладить какой-то контакт, они только усугубляют ситуацию, и очень часто эффект испорченного телефона с конфликтером включается. То есть вы имели в виду одно, он абсолютно другое, при этом вы его не так поняли и страктовали по-своему, его это еще больше только злит, ну и так далее, оно по нарастающей. То есть вот такая вот магия, она вот срабатывает очень четко. Соционика с психософией, даже в большей степени здесь соционика именно сказывается, то есть вы на уровне психики, у вас функции работают таким образом, что они максимально друг другу противоположны, то есть они несовместимы. Секунду. Давай. Нет. Нет? Нет. Вот, и получается очень такая ситуация неоднозначная, когда, допустим, у родителей рождается ребенок, который приходит с конфликтером, кому-нибудь из родителей. То есть вот наладить взаимодействие можно только на какой-то дистанции. И вот эту дистанцию, если выдерживать, можно более-менее с человеком как-то договариваться. Если ближе, если сближается, то это очень тяжело. То есть это реально отношения, которые нельзя наладить. Их можно более-менее сгладить при условии вот подальше породнее, что называется. То есть вот как только у вас увеличивается дистанция, то здесь все нормально становится, более-менее. Но как только ближе, вот конфликт начинает всплывать. Поэтому если это внутри одного коллектива, просто постараться этих людей по разным углам развести. Любой коллектив, если там, допустим, больше пяти человек, его можно хоть как-то на подгруппы какие-то поделить, да. И можно сделать так, исходя из интерактивных отношений, чтобы вот один конфликтёр был вот в этой группке, другой конфликтёр вот в этой. Так-то они между собой пересекаются, несколько людей общаются, но вот эти два конфликтёра, они по разным концам спектра, грубо говоря. И вот они как бы с этими группами общаются, а эти группы общаются между собой. То есть можно таким образом развести, и, в общем-то, мы в коллективах рекомендуем, если вдруг появляются конфликтёры, и оба сотрудника нужны, просто вот таким образом их развести в разные стороны. Чтобы не получилось так, что они сидят за одним столом, или они постоянно друг с другом вынуждены контактировать по каким-то делам. Им нельзя решать вместе какие-то задачи, то есть задачи нужно поручить разные, чтобы они там, ну как-то минимально, привет, пока вот там мы сделали вот это, мы сделали вот это, то есть взаимодействие должно быть минимальное. Или, допустим, есть руководитель, да, и у него есть подчинение конфликтёр. Можно найти из коллектива такого человека, который будет, исходя из интертипных отношений, вот с ним нормально и с руководителями, просто через него это передавать. То есть можно таким образом сделать. И как бы на расстоянии они друг друга нормально продолжают воспринимать, ему передают эту информацию. Это вот такая мистика, которая проявляется при переводе с русского на русский. Потому что когда вы объясняете вашему конфликтеру что-либо, ему может что-то заходить очень плохо. Вы ту же самую информацию просите человека более близкого ему из его квадра, допустим, передать. Оно воспринимается уже гораздо более комфортно. То есть это вот, хотя, казалось бы, вы ту же самую информацию передали, но вот он сказал чуть-чуть по-другому, и вот ему зашло. Ну вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда вам один человек что-то сказал, и вам хочется его убить. И то же самое, почти теми же самыми словами сказал другой человек, и оно воспринимается абсолютно нормально, абсолютно понятно и абсолютно адекватно. Хотя смысл практически не тот же самый. При сдаче экзаменов, допустим, если вы, допустим, там списали из одной шпаргалки, и ваш сокурсник идёт отвечать преподавателю, ему ставят 5, а он ставит 3, хотя вы рассказали то же самое. То есть вот такая штука, она срабатывает на уровне автоматическом просто. Мы даже, интертипные отношения, если человек, в принципе, не привык даже в эту сторону смотреть и отслеживать этот момент, то они, просто вам человек не нравится, и вы даже не можете себе объяснить, почему. Вы его первый раз в жизни видите, он вам ничего плохого не сделал. Но почему-то вот всё, что он говорит, и то, как он говорит, какая-то его мимика, ещё что-то вот, всё напрягает. Вот это вот, это соционика. Она вот так хитро работает, причём на автомате. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова